Девочки, доброе утро! Сегодня у нас будет видеораспаковка. Я постараюсь сделать это видео максимально быстрым, максимально интересным и не будем затягивать. Я заказала вещи на скидках в своей любимой Саре. Еще раз повторюсь, почему покупаю много вещей в Саре, потому что все мои потребности, которые у меня есть, я закрываю именно этим магазином. Мне не надо бегать что-то искать. Все, что мне надо, я открываю приложение и все нахожу там. Моя первоначальная задача всегда, что я покупаю на скидках, это верхнюю одежду. В этом году задача была такая же, но скидки начались на две недели раньше в этом году в Испании, за что большое спасибо InBitex, что в этом году он открыл для нас распродажи, как и во всей Европе. Обычно в Испании всегда это происходит позже. И я не сразу не попала на скидки, как это начинается в 10 часов вечера. Думаю, не буду спешить, потому что, во-первых, была занята. Думаю, верхнюю одежду, как всегда, смотрит в последний момент. Но на следующий день, когда зашла на страничку и увидела, что есть очень много хороших позиций на скидках, все-таки решила останавливаться не только на верхней одежде и заказала несколько образов для себя. Будет, конечно, еще распаковка верхней одежды. Надеюсь, что сделаю ее скоро. Но сегодня у нас будет распаковка образов, которые я выбрала для себя на скидке в саре. Приятного просмотра. Буду вам показывать и тут же примерять. Поэтому вещи будут сегодня, возможно, не совсем в идеальном состоянии, потому что не буду тратить время на отпаривание. И в процессе примерки уже буду вам рассказывать и будем с вами обсуждать, подходит ли мне этот образ или нет. Всем приятного просмотра. Итак, открываю для вас свою супер-гигантскую коробку. И первый образ, который я хочу показать, это вот такая вот шелковая, стопроцентная шелк-рубашка в розовом свете. Мне она понравилась именно из-за цвета. Но, к сожалению, когда я попала на скидки, размер был уже только S и M, размер L не было. И я заказала в M. Сейчас мы примерим, как она на мне сидит. И я решу, оставлять мне ее или нет, потому что все-таки я люблю, когда вещи на мне сидят свободно. И к этой блузке я всегда стараюсь покупать все комплектами, с образами. Так мне легче понять, нужна ли мне эта вещь в гардеробе. И даже если я что-то оставляю, то оставляю уже образом. И в этом случае вещь у меня просто не валяется в гардеробе. А не происходит, как произошло с шортами из Массима Дуди, которые купила на скидках, что они у меня пролежали несколько лет в гардеробе. А все-таки, когда это один сложившийся образ, вы всегда имеете возможность его надеть и не думаете, с чем это сочетается. И к этой блузке я купила юбку, которая есть у меня уже в красном цвете. Это юбка в розовом цвете. Она абсолютно такая же хлопковая юбка, как и красная, только розовая. Поэтому сомневаюсь, не знаю, нужны ли мне две одинаковых юбки. Но все-таки решила ее заказать именно к этой блузке. Потому что если бы эта блузка была в другом цвете, возможно бы заказала что-то другое. Но взяла эту юбку и сейчас мы примерим, как это все смотрится в комплекте. Как видите, юбка в размере М села на меня хорошо. Даже достаточно свободно. Но мне нравится такая посадка. Блузка тоже рука в размере М мой. Плечо тоже село нормально. Но мне вроде бы и здесь не расходится в груди. Но мне не знаю пока, что как бы хочется немножко больше движения в груди. Но не могу сказать, что она мне как бы тесновата. Сейчас мы ее заправим. Посмотрим, как это смотрится в образе. У нас дома косметический ремонт. Мы перекрашиваем стены. Пыталась найти свои вьетнамки на каблуке, чтобы показать вам все образы коричневого цвета. У меня есть вьетнамки на каблуке коричневого цвета. Извините за мой такой сумбур. Хотела все вам образы показать именно с этим цветом, с этими вьетнамками. Но, к сожалению, не смогла их найти. Поэтому все образы, которые я вам покажу сегодня, наверняка я их все не оставлю. Но те образы, которые я оставлю, я вам потом их сниму. Покажу, как я их обыграла со своими аксессуарами. И уже покажу с обувью, с которой я хотела бы вам их показать. Вот такой образ получился. Хлопковая юбка, шелковая блузка. Мне очень нравится цвет. Как он подходит к моему лицу. Не знаю, не могу сказать 100%, что блузка меня устраивает по движениям, которые я делаю в ней. Возможно, я слишком многого от нее хочу. Но, кстати, блузка обошлась мне в 50% стоимости. Я считаю, что это очень хорошая первая скидка, которая была в саре. Поэтому она заслуживает внимания, чтобы ее купить. Они, кстати, уже распроданы, их нет. И юбка, конечно, юбка классика. То есть я уже такую юбку имею, никаких претензий к ней нет. Единственное, то же самое, что и с красной. Мне почему-то эта юбка очень такая накрахмаленная. Она очень такая структурированная. Почему-то мне ее хочется постирать, чтобы она стала такой мягкой, помятой. Чтобы она была более такая отпускная, более курортная. Хочется сбить с нее спесь. Вот то же самое происходит с этой розовой юбкой. Хочется как бы ей придать такой более расслабленный вид. Но на первый взгляд, у меня вроде бы как все устраивает. Не знаю, носила бы я в таком комплекте. Но осенью под пальто я люблю, я очень люблю в жизни носить легкие юбки со свитерами. Поэтому, конечно, в идеале бы моим местом в жизни была бы страна, где прохладное лето. Я люблю кашемировые свитера, легкие юбки. И наоборот, люблю очень легкие платья с шерстяными пальто. Поэтому, когда я смотрю даже летние комплекты, я всегда представляю сверху шерстяное пальто. Я надеюсь, что я вам покажу в своей распаковке верхней одежды, как я это буду носить и как я себе это представляю. То есть я не люблю шерстяную одежду и сверху шерстяное пальто. Но я всегда люблю сочетание легкости и сочетание с какой-то одеждой более тяжелой. Так что, в принципе, такой комплект сочетания с верхней одеждой, возможно, для меня возможен. Возможно, я такое бы носила. Так что вас попрошу в конце видео напишите мне, какой из комплектов вам понравился больше всего. Что бы вы хотели, что бы я оставила, что бы вы оставили для себя и что вам больше всего понравилось. Вот первый комплект в розовом цвете, пожалуйста, вашему вниманию. Кстати, и юбка, и блузка с 50% скидкой. Переходим к следующему образу. Следующий образ у меня сложился вот с такого свитера. Это свитер из мужской сары. Это шерсть с хлопком. Очень красивый цвет такой, морковный. Как видите, он пришел в помятом виде. Естественно, образ будет, может быть, для вас не совсем красивым. Но, опять же, говорю, хочу снять все быстро. Не хочу заниматься отпаркой. Хочу загрузить это видео, чтобы вам было что смотреть. Дома есть следующие распаковки. Очень хороший свитер. Я его уже примерила. Я взяла в размере М. Этот свитер стоил, не помню, по-моему, 30 евро. Я взяла его за 12 евро. То есть скидка просто отличная. Это 60 или 70 процентов скидка. То есть для меня это мазхэв. Я вам еще раз говорю, я очень люблю свитера комбинировать с легким низом. Поэтому этот свитер попал ко мне в корзину. И к этому свитеру для комплекта взяла джинсы широкие. Это не бананы. Это называется баррел джинсы. И взяла их в сороковом размере. Взяла в сороковом размере, потому что у меня сейчас есть животик. И если я возьму джинсы в своем 38 размере, они мне садятся хорошо на бедра, но почему-то обтягивают сильно в животе. Поэтому свой выбор остановила на джинсах в сороковом размере. Наверняка они мне будут широковаты в талии. Но сейчас мы посмотрим, как это все на меня сядет. Хотя именно такая модель мне идет на мою фигуру. Такая модель мне не подчеркивает мои дефекты новых. И я себя чувствую в них комфортно. Сейчас мы примеряем. Еще раз прошу вас, не обращайте внимания на состояние вещей, что они не отпаренные. В этот раз у нас происходит настоящая распаковка. Я открыла коробку и тут же примеряю для вас вещи, поэтому они не отпаренные. Как я и говорила, сороковой размер джинсы на меня сели широко. То есть они мне спадают на бедра. Но зато они хорошо сели в линии бедра. И внизу мне нравится их длина. Конечно, если бы они сели на талии, они бы как раз мне открыли щиководку. Это самая тонкая часть моей ноги. Это то, что я открываю, то, что меня делает стройнее. Мне нравится джинс, что он и не слишком плотный, и не слишком тонкий. Конечно, нужно отгладить бока. Тогда вот эти части будут не так выдираться. Свитер очень приятный к телу. Конечно, тут чувствуется шерсть, но не до такой степени. Потому что хлопок его как бы смягчает. Вы, в принципе, видите, что мне тоже идет этот цвет. Ничего не выдает, что этот свитер, как говорится, с мужского плеча. Он абсолютно классический свитер. Точно такие же модели делают и для женщин. Я подвернула рукав. Считаю, что в мужском гардеробе, в мужском отделе сара можно выбрать очень много достойных вещей. Я хотела еще там для себя 100% шерсть кардиган. Но, к сожалению, когда я зашла на страничку распродажи, он уже был раскуплен. Но считаю, что за 12 евро очень хорошая цена, очень достойный свитер. Я смогу комбинировать этот свитер со своими шелковыми юбками, со своими легкими брюками. Даже могу одеть его, когда чуть-чуть похолодает, с льняными широкими брюками паласу. Но я считаю, что свитер очень достойный. Не знаю, оставлю ли я его в таком комплекте. Пожалуйста, решайте вы, нравится ли вам, как сидят эти брюки на мне. Носили бы вы в таком комплекте. Возможно, сюда можно добавить чуть-чуть каблучок. Если все-таки этот комплект останется со мной, в последующих видео я его обыграю с аксессуарами. И вы уже увидите, как я это буду носить в жизни. И переходим к следующему комплекту. И следующий комплект у меня состоит из шикарной юбки. В этой юбке шикарно все, кроме веса. Она весит, ну я не знаю, наверное, килограмм. Но зато у нее столько ткани. Она прекрасно пошита. Идеальная юбка. И идеальная модель. Потому что даже если вы сейчас скажете, боже, эта же юбка сделает вас на 2-3 размера больше, нет. Из-за того, что эта юбка правильно пошита, она абсолютно вас не делает толще. Это юбка из поплина. С вот такими складочками. В ней очень много ткани. Но она прекрасно сидит на фигуре. То есть эту юбку я хотела еще в сезон. Но почему-то все-таки сомневалась. Думаю, черная, нет, черная. Я не так часто ношу черная. Хотя в этом году у меня выбор пал на черные льняные брюки. Я ношу много черной льняной костюм с юбкой. Думаю, нет, наверное, не буду брать. Но когда увидела эту юбку на распродаже, все-таки решила, думаю, наверное, это оно. И решила взять эту юбку. Сейчас мы ее помилием. В этой юбке я взяла два предмета гардероба, с которым хочу ее попробовать. Это вот такую рубашку из поплина тоже. У меня никогда не было рубашек с карманами впереди. И решила попробовать эту модель. Здесь два кармана впереди. И обычная белая рубашка, такая, крой у нее широкий. Она не притаренная. Мне нравятся такие модели. Широкий рукавчик, широкий манжет. И к этому образу я выбрала, как сказал мой муж, современные чешки. Я выбрала вот такие кроссовки. Они действительно похожи на чешки. С вот таким модным язычком. Вы знаете, что сейчас такая деталь очень модна в кроссовках, которые сделала Дидас. И вот такую версию предлагает нам Сара. Они очень удобные, очень мягкие. И я решила добавить их к своим образом, вот именно в этот комплект с черной юбкой. И сейчас мы посмотрим, как этот образ будет выглядеть на мне. Для вас все это происходит быстро. Для меня вся эта смена одежды, ух, и работает кондиционер. Я уже немножечко устала. Но вот показываю, как выглядит этот образ полностью. Рубашка, юбка и эти чешки или кроссовки. Юбка в размере М. Я должна сказать, что у меня две юбки в размере М. Все юбки, которые я заказала, в размере М. И эта и розовая юбка в размере М сели на меня достаточно свободно. А вот последняя юбка в размере М села на меня тесновато. Поэтому здесь, как говорится, нужно все мерить. Здесь тоже, здесь есть два кармана. Мне очень нравится длина этой юбки. Как видите, она меня абсолютно не делает толстой. Эти складочки ее как бы успокаивают в линии бедер, делают ее более такой ровной. И уже разрешение идет ниже линии бедер. Рубашка тоже села достаточно хорошо. Мне нравится, что она такая не сильно накрахмаленная. Карманы мне не придают объема груди, воротничок. Все мне нравится. Не знаю, оставлю ли я себе эту рубашку. Опять же, напишите, пожалуйста, нравится ли вам этот комплект. Нравится ли вам сочетание с этими чешками. Не совсем уверена, что мне нужна еще одна рубашка. Я говорю, что взяла ее только из-за того, что у меня нет ни одной рубашки с карманами. Поэтому она мне показалась как бы интересным для моего гардероба. Но для меня это не первая задача, как говорится, покупка. Поэтому буду думать. Но сам комплект получился очень интересным. Такое, знаете, на 1 сентября такая мамочка ведет своих детей в школу. Но, к сожалению, пока что дети уже выросли, а внуков пока что еще нет. Но все-таки я считаю, что имеет место быть. Такой образ почему бы и нет. Пусть даже если тебе за 50. Такой игривый, современный образ. Достаточно интересный, непринужденный. Поэтому, в принципе, мне нравится. Я думаю, эти чешки подошли бы к любому из этих образов, которые я вам сегодня показала. Но, наверное, это самый любимый образ из всех, которые вы сегодня увидели на мне. Юбка очень красивая. Мне она ужасно нравится. Единственное, я понимаю, что ее нужно долго отглаживать, отпаривать. И я не знаю, насколько мнется эта поплин. Сейчас она помятая, потому что она была в посылке. Но выглядит она великолепно. То есть здесь видно, что на эту юбку потратили очень много ткани. То есть она сама по себе не дешевая. И тоже она мне стоила с 50-процентной скидкой. Хочется прыгать. Такое ощущение, что я танцовщица балета. Очень такое легкое, невесомое состояние. Причем при том, что юбка достаточно увесистая. Ну и нам остался последний образ, который разочаровал меня сразу, как только я одела верх. Юбка мне понравилась. Это очень-очень плотный сатин. Просто вы себе не представляете такое ощущение, что эта юбка сшита из четырех слоев. Очень красивый такой молочный шоколад. Красивая сзади вот шлица. Бока интересно сделаны, как будто бы они не застрочены. Сила спорна. Тоже размер М, но как бы подчеркивает чуть-чуть животик. И сзади обтягивает попу. То есть здесь однозначно нужно бесшовное белье. Но все бы было нормально. Но верх, который я подобрала к этой юбке, абсолютно меня разочаровал. Стопроцентный полиэстер. Ткань неплохая, приятная к телу. Достаточно прохладная. Но здесь дефект в пошиве. Дефект такой явный, что да, вы скажете, Олечка, ничего. Можно это переделать. Можно отшить, подшить. Но простите меня покупать на скидках, чтобы потом отшить, подшить, отнести, заплатить. Не имеет смысла. Не хотела вам показывать, но все-таки сейчас примерю. Вы сами все увидите. И разочаруетесь вместе со мной. Так что последний комплект. Полное разочарование. Вот такой вот пиджак-блуза. Вот с таким вот красивым дефектом впереди. Все, что могли впереди, застрочили. И как бы вы это ни одевали, вот этот вот мешочек здесь собирается. И с одной стороны, и с другой. При всей своей, возможно, какой-то элегантности, и красе, возможно, это можно как-то обыграть. И на более стройную девочку это смотрелось бы красиво и хорошо. Но от этого никуда не уйдешь. Что есть, то есть. Пожалуйста, если кто-то считает, что за 20 евро можно купить такую блузку и переделать ее, для кого-то не проблема. Я считаю, что для меня, может быть, это и не проблема. Но это не совсем, как говорится, Господи, как это по-русски. Ну, я считаю, что это неправильно. То есть, даже если ты покупаешь за 20 евро, это явный дефект, который, ну, никак не должен быть на вещи, за которые ты платишь 20 евро. Поэтому для меня эту вещь однозначно нужно вернуть. И по юбке. Как видите, вот так она на меня села. Она мне подчеркнула мой животик. Она подчеркивает сзади на мне сейчас белье. Вы видите, что видны трусики мои. И это тоже размер М. Она по-своему все равно какое-то утяжение делает. Но я считаю, что на мне она как бы смотрится не совсем комплиментарно. И, возможно, для этой юбки у меня не будет никакого верха. То есть, это такой сложный молочный шоколад. Сюда нужно что-то искать. И поэтому из-за того, что не сложился комплект, я ее оставлять не буду. Хотя, еще раз говорю, мне очень нравится ткань. Мне нравится, как пошита юбка. Но я такие вещи одиночки в последнее время стараюсь не оставлять, чтобы потом не думать, с чем это носить. Так что вот такой комплект разочарования у меня получился. Я еще думала, что эта блуза подойдет мне к моей юбке из Массимо Дути, которую вы видели в Рилсе, но они не совпали по цвету. Юбка бежевая, а эта блузка, она более розовая такая. И потом я посмотрела в описании, что да, написано, что это светлый розовый. Ну, на этом, наверное, все. Я вам показала все свои покупочки в Саре. Кто на меня не подписан, подпишитесь, потому что в течение двух-трех дней будет новая распаковка, где я вам покажу свои самые любимые покупки на распродажах. Это верхняя одежда. Я думаю, вам будет интересно. Где я экономлю больше 50% цены. Поэтому для меня это самые желанные, самые долгожданные покупки. Думаю, что вам будет очень интересно. И еще у меня есть вещи, которые я купила на скидках, но уже в физическом магазине. Если вам интересно, напишите мне. Я тоже сделаю вам обзор этих вещей. Возможно, вам что-то понравится, что-то приглянется. И вы захотите для себя это приобрести. Или, может быть, видели в магазинах, висящем на вешалке, и не решились это примерить. И когда увидите на мне, вам это понравится, и вы захотите это в свой гардероб. Большое спасибо, что провели эти несколько минут со мной. Не теряйтесь. Оставайтесь со мной. Пишите мне приятные слова, что вы не забываете меня, что вы стараетесь поддержать меня. Всех люблю, всех целую. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok